Вновь сесть за парту и вспомнить школьную программу. Впервые единый государственный экзамен по математике в Нинецком округе писали не дети, а их родители. Подобный эксперимент прошел по всей стране по инициативе Рособорнадзора. Акция направлена на снижение уровня тревожности у выпускников и вовлечение родителей в сложный для ребенка период. Попробовать свои силы в знании школьной программы смогли представители общественных организаций, органов власти и журналисты. Экспериментальную сдачу ЕГЭ для родителей организовали на базе школы номер один. Для многих участников он оказался интересным и волнительным. Так, для журналиста Тимофея Жукова подобный опыт стал не только материалом для написания статьи, но и проверкой своих собственных знаний. Если честно, это очень интересно, потому что наше покорение не сдавало ЕГЭ. Это достаточно своеобразная проблема для многих молодых людей. И хотелось бы примерить на себе, как это делается, как эта вся процедура проходит. Надеюсь, что вообще волнительно, если честно. Как будто в первый раз на экзамен. Экзаменующиеся прошли все этапы участия в ЕГЭ. От заполнения необходимой документации до выполнения заданий. Все это под пристальным вниманием видеокамер и дежурных администраторов. Экзаменационная работа состояла из одной части, включающей 20 заданий с кратким ответом базового уровня сложности. Как и для детей, у их родителей на выполнение заданий отводилось три часа. Им, так же, как и детям, запрещается с собой проносить мобильные телефоны, пользоваться какими-то электронными средствами. Им запрещается перемещаться по кабинетам. У каждого свое определенное место есть. Если нужно выйти к кому-то, поднимают руку, так же, как детей сопровождают по пункту проведения дежурный администратор вне аудитории. Как дети все выполняют? Организаторы рассчитывают, что, пройдя испытания, родители помогут своим детям снизить уровень психологической напряженности в период подготовки и прохождения экзаменов. Такого мнения придерживаются и родители. Учатся у меня в пятом, в третьем, ну и в техникуме. Поэтому младшим предстоит сдавать. Старший уже сдавал, прошел. И знаю ЕГЭ только по его отзывам. Поэтому вот сегодня я здесь. Общегосударственный экзамен по математике находится в списке обязательных предметов. С прошлого года математика разделена на базовые и профильные уровни. Для получения аттестата можно сдать один из уровней или выбрать оба. Однако успешная сдача базового уровня не даст возможности для поступления в ВУЗ, в котором математика включена в перечень вступительных испытаний. Родители держали экзамен по базовому уровню. И хоть в ВУЗ им не поступать, для прохождения экзамена необходимо набрать не менее трех баллов.